Не надо о грустном! Итак, о тех, кто не по своей воле Голицына, не кто по своей воле покидал родину. Четвертые сутки пылают станицы, Горит под ногами родная земля. Не падайте духом, поручик Голицын, Корнето-Боленский, налейте вина. Мелькают арбатом знакомые лица, Солеют цыганки, заходят в ковар. Не падайте духом, поручик Голицын, Корнето-Боленский, налейте вина. А где-то ведь кони проносятся к яру. Ну что загрустили, Коля, мой юный корнет? Корнет, уже не юный гинекорнет. А в наших квартирах Сидят комиссары И девушек наших Ведут в кабинет. А в сумерках кони Проносятся к яру. Увы, не понять нам, в чем наша вина. Не падайте духом, поручик Голицын, Не падайте духом, поручик Голицын, Корнето-Боленский, налейте вина. Над доном угрюмым Идем эскадроном На бой вдохновляет Россия, страна. Раздайте патроны, поручик Голицын, Корнето-Боленский, налейте на день ордена. Ах, русское солнце, великое солнце, Корабль император застыл, Как стрела. Поручик Голицын, А может, вернемся? Зачем нам, поручик, чужая земля? Поручик Голицын, А может, вернемся? Зачем нам, поручик, чужая земля? Впервые я тоже услышал после, еще много лет назад, эту песню также исполнял Аркадий Северный, он же звезден в сопровождении прекрасного братьев «Жемчужин». Я хочу рассказать, как появилась эта песня «Поручик Голицын», чтобы вы знали, потому что то, что говорят у нас по телевизору, это все неправда. Эту песню я впервые услышал в 61-м году, когда еще, даже в 60-м, когда были старые деньги, мы играли во дворе пацанами на гитарах, и к нам подошел один откинувшийся зэк, и он с нами пел вечерами вот эту песню «Поручик Голицын». Это был 60-й год. Я как-то запомнил эту песню, в общем, эта песня ходила в народе в то время, и в 77-м году мы записывали в коммунальной квартире очередной такой концерт. Значит, записывал Сергей Иванович Маклаков, и поэт, который написал очень много песен, вот, скажем, эту песню «Березы», которую сейчас пел дядя Миша, это его стихи «Музыка моя», но я как-то говорю это скромно об этом, потому что это все песни делались очень... Это был экспромт, и вот эта песня «Поручий Голицын» появилась так, Аркадий Северный, Раменский, я там, еще мы знали эту песню, знали какие-то отрывки, мотив был неточный. Мы вот придумали вот этот мотив, который вы знаете, а Раменский отредактировал текст, вот который текст вы знаете сейчас, этот текст, в общем, практически написал Володя Раменский, а потом он написал песню «Не надо грустить», на этот же мотив была написана песня «Не надо грустить, господа офицеры», которая тоже дядя Миша поет всегда, и, значит, дай Бог ему здоровья, дядя Миша, мы тебя любим. Я искал, Колечка, я искал всегда авторов. Вот пришла записка очень-очень теплая, спасибо тем, кто написал эту записку, я не буду ее оглашать, но это очень тепло, и спасибо вам за добрые слова. Коленька, не уходите, я хочу коллектив, чтобы весь вышел на припеве. Итак, я хочу проститься с вами, потому что, к сожалению, живу я где? За границей. И мой альбом называется так. И мой альбом называется «За граница». Игра. Я триняк. Игра. Игра. Огак. Продолжение следует...